Пост о том, как люди хотят попасть в советский парк, набрал почти 55 тысяч просмотров. Видеозапись, размещенная в группе ЧП Омск, сделана накануне. Это вот так вот люди в парк пытаются зайти. Снимающие не пытаются вразумить людей, лишь снимают, как и старый млад перескакивают через ограждение. В комментариях удивились, мол, зачем вообще снимать это, а другие разразились гневными сообщениями. Господи, не имется людям, ничего их не останавливает. Старик, куда крячется со своим здоровьем? Старики вообще в зоне риска находятся. И где те, кто должен штрафовать? Я бы хотела, чтобы им всем влепили. Может, после этого свои пятые точки бы прижали и сидели до снятия самоизоляции. Все силы брошены на борьбу с коронавирусом, предполагают подписчики паблика «Аварийный Омск», обсуждая этот пост. На фотографии тротуар между улицами Рабиновича и Гусарова. Пешеходная часть услана мусором. А кто в этом виноват? Сами жители города Омска? И ты, автор, тоже причастен. Не в этом участке, так в другом. Уверены в комментариях. Празднование по случаю 75-летия в стране отменили, но жители одного из омских домов вышли из ситуации. Несмотря на режим самоизоляции и отмену празднования праздника 9 мая, мы в своем подъезде сделали свой бессмертный полк. Жители нашего дома поделились фото своих родных для этого. Мы помним и гордимся. Сообщает автор этой публикации в группе ЧП Омск. Судя по фотографиям, этот подъезд и так можно считать образцово-показательным. Поэтому многих подписчиков и не удивил такой подход жильцов. Молодцы, какие жители данного подъезда. Постарались. Но в комментариях не все отреагировали положительно. Я не повешаю фотографии дедов в подъезд. Извините. Продолжаем читать посты об Омске.